Здарова, друзья! Встречайте новый выпуск с противостоянием поделок из дерева. На этот раз сравним нож Артёма, а также нож для зомби-апокалипсиса. Приятного просмотра! Решил сравнить между собой два похожих по конструкции и концепции Режека. Оба из тематики постапокалипсиса и имеют рукоять, совмещенную с кастетом. В данном выпуске, впрочем, как и всегда, будет рассмотрено 4 процесса создания поделок. Сборка, обработка, детализация и покраска. Для каждого этапа выделена отдельная 10-бальная шкала, следовательно, всего по 40 очков. Само собой, макеты столько не наберут, так как противостояние происходит не в вакууме, а с расчётом на то, что в мире есть куда более сложные модели. Кстати, в будущем хочу устроить турнир между своими работами. Тоже в формате видео VS, но в конце будет определяться самый сложный проект среди всех на моём канале. Ну ладно, в будущем увидите, а пока переходим к ножам. Под первым процессом крафта, сборкой, будем понимать не только финальное соединение частей до или после покраски, но ещё выпиливание элементов, насколько оно было сложным, а также склеивание слоёв деталей. Но сегодня слоёв нет, потому что на обзоре деревянные ножи, состоящие из полотна и накладок на рукоятку. Какие микротрудности возникают при вырезании составляющих сегодняшних героев? Да, микро, поскольку чего-то сверхъестественного в работе с лобзиком нет, но из мелочей складывается общая картина, так что лучше рассмотреть все нюансы. У ножа для зомби-апокалипсиса есть такие неприятные места, как отверстия в рукоятке кастета, причём во всех трёх слоях. Кроме того, зубья на лезвии тоже надо постараться выпилить ровно. Нож из метро 2033 похвастается вырезом в лезвии, и да, никакой это не кровосток. Правильное название – дол. Служит для облегчения и добавляет прочности. Помимо дола есть кольцо на конце рукоятки, ну и лезвие имеет множество кривых линий с зубчиками, которые следует учесть. Накладки рукоятки кастета у ножа для зомби-апокалипсиса необходимо приклеить, а потом прибить гвоздями. Как бы странно это ни звучало, но даже здесь могут возникнуть форс-мажоры. Есть шанс приклеить чёчки криво, например, а поскольку рукоятка имеет форму кастета, отклонение здорово скажется на конечном результате. Касаемо траншейного ножа из метро. Будем считать, что пластина кастет является основной частью. Значит, сборка здесь потяжелее, ведь помимо щёчек на болтах, ещё кастет присутствует. Думаю, первый этап всё же труднее у Артёмовского режика, поэтому ему дам 4 балла из 10 возможных, а оппоненту 3. Повторюсь, 10 очков – это предел, к которому может быть близок, например, какой-нибудь очень сложный складной нож, нереальные конструкции, а сегодняшние герои достаточно простые. Переходим к формам макетов. Сравним, насколько тяжело было производить имитацию заточки, скруглять фурнитуру. Оригиналом ножа для зомби-апокалипсиса является работа одного из мастеров в интернете, и если ориентироваться на его вариант, то спуски к кромкам должны быть чёткие и не такие большие. Сделать это не так трудно на первый взгляд, однако на самом деле у многих с этим проблемы, поскольку спуски на ножах вечно зализываются. Даже у меня такое случается. Нужно пользоваться плоским обрабатывающим предметом, например, напильником. Для финишной обработки можно использовать дощечку с наждачкой, тогда прям острые углы останутся. Кастет уже не представляет трудностей в плане форм, точим, чтобы руке было удобно. По стандарту есть ещё аккуратность поверхностей, навсегда добавляет несколько очков в сложность макета. Ну правильно, умудриться сделать поверхности гладкими, сохранив заточку, дорогого стоит. Что с ножом Артёма? У оригинала заточка, да и само лезвие кривые, и сымитировать подобное даже сложнее, чем повторить красивый ровный спуск. Зато щёчки лёгкие, требуется только углы закруглить. Придание форм не ограничивается обработкой деталей с абразивными насадками. Из пластины кастет нужно ещё выгнуть, то есть придать формы. С первого раза даже может не получиться, потому что необходимо развернуть концы из одной плоскости в другую, иначе не закрепить на основе. Данная работа вносит свою лепту. Ножу для зомби-апокалипсиса можно поставить балла 4, а второму, думаю, не меньше 6. Детализация. У сегодняшних героев её практически нет, особенно у этого ножа. В роли мелких элементов кусочки гвоздей, выполняющие имитации шипов на кастете. Всё, что нужно, просверлить отверстия, нарезать заготовки и вставить их в гнёзда. Так что больше одного очка не поставлю. У меня вообще видоизменённая авторская версия ножа для зомби-апокалипсиса. Поскольку вот такую надпись делать, ну, как-то глупо, на мой взгляд. У ножа Артёма не сильно больше мелочей. Винтики всякие, ну, балла 2 по общей картине складывается. Последний процесс рукоделия будет интереснее. В данный аспект я тоже внёс коррективы по отношению к ножу для зомби-апокалипсиса. Накладки покрыл морилкой, а лезвие сначала покрасил в чёрный цвет. Затем местами наносился аэрозоль алюминиевого оттенка, чтобы создать эффект металла. Один из лёгких способов, кстати, ну, в данном случае. Но всё равно не советую распылять краску от балды. Аккуратность по-любому необходима. Ну и какой нож по тематике зомби, без имитации засохшей кровищи на лезвии. Тут лучше посмотреть на фотографии реальных окроплённых ножей, а потом попытаться сделать так же. Но это трудно, безусловно. Я просто размазал красный колер по поверхности после того, как стряхнул его с кисти на лезвие. Таким образом и брызги остались, и общий фон имеется. 5 очков из 10, справедливая оценка такой покраски-поделки. Нож Артёма из игры Метро 2033 похвастается другой слорностью, везерингом. Ну, то есть застариванием. Обычно данный процесс я не включаю в сравнение. Но в данном случае канон требует, ведь модель из игры. Накладки рукоятки ладно, оптёр об бетон. Извалял в земле и покрыл лаком. А вот металлическая, в кавычках, часть нуждается в потертостях по методу сухой кисти. Множественных потертостях, которые будут аутентично смотреться. Ну, хоть костец с метизами можно просто отнаждачить, они же из металла. За последний процесс нож Артёма получает 4 балла из 10 возможных. Итого он имеет 16 из 40. А второй герой получил общее количество очков 13 из 40 баллов. Я постарался сделать версус-поделок объективным на основании своего большого опыта и других выпусков со сравнением крафтов. Но личное восприятие у всех разное, поэтому при изготовлении сегодняшних макетов у вас могут возникнуть другие оценки. Имейте в виду. Делитесь в комментариях своим мнением по поводу данных поделок, а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом со своими друзьями и переходите к просмотру следующих выпусков. Продолжение следует...